Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами в студии Ярослав Кравченко и вы смотрите очередной выпуск еженедельной программы «И жизнь Уваровской епархии». И в нашей новой передаче мы вам расскажем. Торжественное открытие и освещение памятника защитнику Отечества посвящается в парке Патриот города Уварова. Первая годовщина антикафе города Уварова. Сюжет об изготовлении колоколов для колокольни Христорождественского кафедрального собора города Уварова. 18 февраля состоялась торжественная церемония открытия и освещения памятника защитнику Отечества посвящается в парке Патриот города Уварова. Несетель Бокровского храма, силовольная вершина, священник Иоанн Дудушев, сослужение клирика Христорождественского кафедрального собора города Уварова и романаха Петерима Сухова совершили чин освящения. 18 февраля – знаменательный день для жителей города Уварова. Состоялось долгожданное событие. Открытие памятника защитнику Отечества посвящается в парке Патриот, посвященный воинам-интернационалистам. Среди гостей на церемонии открытия памятника присутствовали руководство города и областные гости, воины-интернационалисты, а также многочисленные жители. Почетное право открытия памятника было предоставлено председателю областной думы Евгению Алексеевичу Матушкину, главе города Уварова Владиславу Владимировичу Денисову, члену организации «Ветеран Афганистана и локальных войн» Николаю Викторовичу Воропаеву и руководителю военно-патриотического клуба «Разведчик-345» Александру Николаевичу Киму. Бой! 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 Чин освящения памятника совершил настоятель Покровского храма села Вольная Вершина, священник Иоанн Дудышев, в сослужении клирика Христорождественского кафедрального собора города Уварова и эрмонаха Петерима Сухова, после чего отец Иоанн обратился к собравшимся и поздравил всех с этим значимым для города событием. Церковь каждый день молится о мире во всем мире. Но вы знаете, этого мира не будет, если не будет таких ребят, которые, вот как и наши сами, в том числе и земляки, и многие воины, отдавали самое дорогое, что у них есть жизнь в жизни. Прежде всего, обладали, наверное, самопожертвованным и любовью к нам с вами. Мне бы тоже сегодня хотелось бы поблагодарить всех, кто был причастен к этому событию, чтобы в нашем городе появился этот замечательный памятник. На мраморном постаменте солдат, которого достигла вражеская пуля, но он продолжает идти в бой. На памятной табличке надпись «От Кабула до Грозного». На завершении митинга к памятнику были возложены цветы. 18 февраля 2021 года при Духовном просветительском центре преображения города Уварово состоялось торжественное открытие молодежной площадки «Антикафе». Спустя год, на прошедшей неделе, это заведение отметило свою первую годовщину. Наш репортаж с места событий. В молодежном «Антикафе» при Духовном просветительском центре преображения города Уварово состоялось торжественная встреча по случаю первой годовщины со дня открытия заведения. Организовали встречу духовенства Уваровской епархии. По благословению владыки Игнатия мы организовали своими силами вот такое вот заведение прекрасное, такого вот непростого, необычного формата. Почему такой формат был выбран? Ну, потому что, наверное, потому что сейчас и жизнь немножко другая, и молодежь другая, интересы другие, и среда обитания молодежи, она тоже другая. Вот, скажем так, непривычная для людей более, ну, старшего поколения. И уже работать по старым методичкам, по которым работали с молодежью, там, 10-15 лет назад, уже не получается. Поэтому прогресс, цифровизация, диджитализация, это все сегодняшний день. И нужно успевать, скажем так, за этим бегом бесконечным, за трендами, так сказать, вот, и предлагать ребятам ту форму и формат общения, который они чувствуют себя комфортно. И уже на таких площадках разговаривать с ними о вечном. Как мы могли убедиться за этот год, это вполне реально, и это получается. По доброй традиции отметили годощину в теплой и дружественной обстановке. Среди старых друзей, постоянных посетителей антикафе, православной молодежи из города Уварово и рабочего поселка Мучкапский, преподавателя игры на гитаре детского дома творчества «Кристалл» Денису Нилдахину, который пришел вместе с воспитанниками. Я бы хотел сказать огромное спасибо за приглашение отцу Прохору, который пригласил меня сюда и познакомил меня с этими ребятами, с которыми можно общаться, которые, я думаю, придут на помощь всегда, когда это нужно. И про это наше заведение, или как можно сказать, про заведение, я бы сказал то, что люди здесь открытые для общения, люди необычные, неординарные, они показывают здесь свои таланты. Меня пригласили тоже показать, как бы, то, что умеют мои ребята, то, что я умею. Я, как бы, не смог сидеть рядом, начал заниматься, играть на гитаре для них, вот. И думаю, что здесь всем, кто здесь находится, очень нравится, вот. И лучше, конечно, ребятам общаться, чем сидеть просто дома за телефонами и, как бы, проводить время зря. Вот здесь они получают то, что не получают дома, это самое главное, это общение. Общаются они, учатся общаться друг с другом, потому что, опять же, повторюсь, что общение, я считаю, общение по сети, это не общение. Вживую общение намного лучше. Начался зимний вечер в стенах Духовного просветительского центра с закрошкой горячего кофе и чая музыкальным фестивалем. Денис Сергеевич Неудахин со своими воспитанниками исполнили несколько различных песен, после чего опытный педагог рассказал немного о гитаре и дал практические советы по игре на этом инструменте. Это заведение – это что-то новое для нашего Уварского края, для нашего родного города. Почему? Потому что я не знаю ни одного такого другого заведения, где так бы легко можно было прийти, пообщаться незамысловато, послушать других, себя показать. И я думаю, что всем здесь очень-очень нравится. Замечательно влились в этот фестиваль и участники молодежного хора Уваровской епархии, которые под руководством Таисии Сергеевны Стюпановой исполнили несколько православных песнопений и на синтезаторе аккомпанировали гитаристам. Начинай эту песню, я при чем молчит, ты лесный дорогий, уместно ли шучу, когда под соль звучу, если жесты пресны. Мы все делаем, так сказать, правильное дело, что собираемся в нашем антикафе. Это все же будет лучше, чем сидеть просто в телефонах и ничего не делать. Сегодня мы послушали профессионала, который играл на гитаре. И сегодня мы послушали Дениса Сергеевича, он профессионал по игре на гитаре. Для меня это большой опыт, потому что я сам хожу на инструмент уже в восьмой год. И для меня это круто. Также в этот вечер устроили небольшие ситязания по игре в дартс и настольный футбол, участники которых по окончании турнира получили символические призы, книги и иконы. Велись в этот морозный, на теплый вечер из-за душевной беседы. С пользой для души и тела проводилось время, которого зачастую в буре житейских забот очень не хватает, чтобы хоть на некоторое время в неформальной обстановке вспомнить, что мы единый православный народ. Ну, я сюда хожу из-за того, что здесь дружеская атмосфера, тут можно посидеть, принести с собой еду, сделать тут кофе, просто посидеть, поговорить. Можно также поиграть в PlayStation. Я считаю, что это место нужное, потому что здесь, ну, очень хорошая атмосфера. Мы, как молодежь, мы можем многого не знать, а священники нам могут растолковать это. Некоторые темы объяснить. Можно просто с ними поговорить о том, что наболело, и они помогут с этим. На протяжении года это место принимает не только православную молодежь, но и тех людей, кто только в поисках истины. Дизайн этого места удивительный. Помещение определено на три секции, каждый из которых несет свой смысл. Как рассказал отец Прохор, это место особое, и оно многофункционально. На нашей площадке мы собирались достаточно часто и собираемся достаточно часто. Бывает, что ребята ходят там через день, особенно в зимнее время, когда им особо пойти некуда. Вот, они к нам сюда приходят, проводят время по несколько часов. В принципе, занимаются теми же привычными делами, как и вне кафе. То есть, они там в телефончике сидят. Но они у нас под нашим контролем. Мы им задаем какую-то атмосферу обитания в этом кафе. И плюс еще предлагаем ненавязчиво какие-то темы, помимо простого досуга, простого отдыха. Это беседы на какие-то такие злободневные вопросы, важные вопросы, вопрос семейной жизни. Потому что в будущем многие создадут семьи, и так или иначе им придется столкнуться с этими вызовами, которые предлагает наш непростой мир. Смотрим кино. Ну, опять же, не просто какое-то кино, а какое-то художественное в основном. Зачастую даже не церковное, чаще всего не церковное. Художественные фильмы, которые повествуют с какой-то моралью. Здесь редко бывает формат, именно такой формат лектория. Вот. Редко-редко бывает. Потому что ребятам все-таки, им хватает лекций, там, где там, в школе, в техникуме. Поэтому они немножко должны отдыхать от этого всего. И зачастую это просто формат такой круглого стола, но типа беседы просто. Такой дружеской беседы. Вот. Никто не навязывает свое мнение. Вот. Ребята сами как-то стараются понять. А мы им даем возможность родить вопросы, вот эти жизненные вопросы. То есть, какими-то наводящими, соответственно, темами. Саморазвитие, поиски истины, рассуждения, мечтания над бытием – лишь малая часть, чем можно заняться в этом месте под четким присмотром духовенства города Уварова. В жизни прихода Христо-Рождественского кафедрального собора состоялось долгожданное событие. Выполнен заказ на изготовление колоколов для колокольни нашего храма. Верующие уваровцы надеются, что к предстоящей Пасхе уже услышат их звон. Подробнее об этом расскажет Татьяна Демидова. Весной 2019 года началось строительство колокольни Христо-Рождественского кафедрального собора. Работы предстояло выполнить много, но с Божьей помощью и усердним прихожан удалось собрать нужную сумму денег, и уже через полгода мы увидели замечательную колокольню, которая возвышается над нашим храмом. Колокольный звон – неотъемлемая часть православного богослужения. Хвалить его в тимпане и лице, хвалить его во струнах и органе говорится в Священном Писании. О благодатном колокольном звоне говорили и многие святые нашей Церкви. Звуки церковного колокола представляют собой нечто возвышенное, торжественное. Мощный колокольный звон пробуждает наши души от усыпления духовного. Так в ударах церковного колокола скрывается дивная сила, глубоко проникающая в сердца человеческие. Вот, на Руси колокола изготавливались и очень интересным способом, не так, как сейчас. То есть, выкапывалась, допустим, для больших колоколов выкапывалась яма, вот, и она там обмазалась, в общем, глиной. И туда заливался вот этот вот состав. Вот, говорят, всем миром скинуться на колокол. Что это значит? Вот, люди приносили там какие-то свои, ну, или деньги, или пожитки, или серебро, потому что в состав колоколов раньше входил, помимо, там, меди, входило еще серебро. Вот, в старых колоколах можно это наблюдать, сейчас, в основном, такое уже не встретишь. В жизни Уваровской епархии состоялось долгожданное событие. Для колокольников Росторождественского кафедрального собора в Каменску-Уральске сделан заказ 8 колоколов. Весом 6, 9, 15, 40, 86, 156, 326 и 660 килограмм. С изображениями икон, почитаемых святых, верующими православной церкви. Колоколь мы в 19-м году построили, и вот недавно, месяц назад, заказали колокола. 8 колоколов, самый маленький 6 килограмм, самый большой 660 килограмм. Заплатили аванс, но нам еще надо будет расплачиваться по окончании работ. Работы будут окончены в начале марта. Хотя привлекательный внешний вид церковного колокола бросается в глаза в первую очередь, решающее значение при его выборе все же имеет звучание. Ведь колокола находятся высоко на колокольне, и прихожане их в основном не видят, а только слышат. Звучание колокола задается его основным тоном и тембром. Кроме основного тона в православных колоколах присутствует еще несколько тонов, образующихся основным различные музыкальные интервалы. На каждый из этих тонов накладываются гармоники, придавая звучанию яркость и наполненность. Нельзя подбирать, как многие думают, просто по размеру. Ты подбираешь от маленького и выше. Каждый колокол имеет свою ноту, звучание, конечно же. И каждый последующий колокол подбирается в зависимости от предыдущего. То есть это должна быть определенный музыкальный набор, который должен гармонично друг с другом сосуществовать в звоне. Нельзя просто набрать колокольчики, такие разные, сборную солянку. Хотя раньше так и было, и сейчас это много где есть. Но красивого звона не получится. То есть все равно слух будет резать от какого-то такого диссонанса музыкального. Ну, у кого есть, конечно, слух, у кого такое восприятие музыкальное есть. Поэтому, конечно, если есть возможность, лучше покупать и заказывать ансамбль колоколов цельный от начала до конца в одном месте. Все параметры звучания формируются при отливке колокола и определяются, прежде всего, его профиль. Художественное оформление вносит изменения в профиль колокола, а значит, может влиять и на его звучание. Поэтому следует отдать предпочтение изображению икон с не очень высоким рельефом. На малые колокола иконы, как правило, не наносят, поскольку это может сильно исказить звучание. Литым надписям с крупным шрифтом и высоким рельефом также следует отдать предпочтение гравировке, по крайней мере, на малых колоколах. Хорошо изготовленный колокол звучит звонко и вместе с тем мягко, громко и продолжительно. Громкость звучания колокола – очень важная характеристика, ведь чем громче колокол, тем на более длинные расстояния будет доноситься его звон. И тем больше людей, находящихся в это время вне храма, смогут на мгновение отвлечься от своих мирских дел и мысленно перенестись на богослужение. Я представляю колокольный завод Питков и компания. Я Питков Николай Геннадьевич, директор этого завода. Занимаемся мы колоколами очень давно, с 1991 года. На этом месте уже полноценным таким предприятием мы начали работать в 2003 году. Очень приятно получить заказ так издалека, с Тамбовской земли. И почему? Потому что, в общем-то, батюшки и прихожане центра России, почему-то думают, что Урал – это очень далеко. А это совсем недалеко, это всего лишь от Москвы чуть более чем полторы тысячи километров, 1800. Поэтому мы очень рады, когда к нам приходят такие заказы. Мы рады приложить все свои усилия и отправить вам колокола такие, чтобы вы и ваши потомки с радостью слышали то, что мы произвели. Но перед тем, как наш город услышит долгожданный звон с колокольни Христорождественского собора, необходимо провести ряд работ, связанных с устройством звонарных площадок, для того, чтобы в будущем звонарю было удобно подходить к колоколам и воспроизводить звон. На это также требуется время и финансовые затраты. И сегодня у каждого из нас есть возможность поучаствовать в этом благом деле. Время завершения полноценной звонницы будет зависеть от всех, кто проникся этим благим делом. Работа, которую нам предстоит сделать до привоза колоколов и до вывешивания колоколов, она будет заключаться в том, чтобы выполнить полы на втором уровне колокольни и выполнить промежуточные площадки на разных уровнях в металлоконструкциях с организацией ступеней, и для того, чтобы в будущем для звонаря было удобно подходить к этим колоколам и звонить в эти колоколы. Работа достаточно трудоемкая и требующая тоже соответствующего денежного вливания. Надеемся, что благовест новых колоколов прольется пасхальной радостью на сердца живущих в нашем городе людей, многих обратит к вере, патриотизму и самосознанию. Словно осязаемый ангельский глаз, хороший колокол веками будет созывать православных на молитву, настраивая их на сокровенный разговор с Богом. Мы будем надеяться, что это, можно сказать, чудо произойдет с Божьей помощью, хотя все будет не так просто, с искушениями. Ведь что после революции 1917 года в первую очередь разрушали вот эти люди, которые разрушали храмы? Колокольню, сбрасывали колокола и колокольню. Вот храм так оставляли, а колокольню уничтожали. Почему? Потому что колокольный звон, он все-таки как трогает душу, зовет ее к тому, чтобы задуматься о смысле жизни, зачем мы живем, до чего. Поэтому дело такое серьезное, будем молиться, чтобы Господь нам помог, и мы его довели до конца. Спаси Господи вас! На этом наша еженедельная программа подходит к концу. И в завершение хотелось бы напомнить слова преподобного Анатолия Оптинского. Не вникай в чужие дела, мир потеряешь. До скорой встречи, дорогие зрители, в следующем эфире. Всего вам доброго. Православный Христос посреди нас есть и будет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова